Кто управляет прошлым, тот управляет будущим. Кто управляет настоящим, тот управляет прошлым. Джордж Оруэлл. Он первый из князей Древней Руси смог надолго усмирить междоусобицы в государстве. Заключенный договор на Берестово, он имел общерусское или древнерусское значение. Ему удалось найти общий язык с предводителями Киевского восстания. Безусловно, он был человеком действия. Энергичным, умным, хитрым. Первый князь, избавивший Русь от набегов диких кочевников. Существующая летопись, древнерусские летописи, Лаврентьевская и Патинская, представляют его как отважного борца за... с полуцем и с врагами Руси. Венценосный миротворец. Родословную по линии отца великий князь Владимир Всеволодович вел от первого законодателя Киевской Руси Ярослава Мудрого. От него унаследовал он и храбрость в бою, и любовь к книгам, говорят историки. Материнская живет втянулась от византийского императора Константина Мономаха. От деда, возможно, и получил будущий князь ту мудрость, которая дала ему всенародную любовь. Все эти качества помогли Владимиру Мономаху справиться с многими трудностями становления древнего государства. Началось, на самом деле, с войны. Киев выдвинул свои войска в 1043 году напротив Византии и проиграл. Для того, чтобы этот конфликт был загладен каким-то образом, был устроен так называемый династический брак. Любимый сын Ярослава Мудрого, Севолод, женился на греческой царевне. И по одной версии, ее звали Мария, по другой – Анастасия. И от этого брака и родился князь Владимир, прозванный Мономах, потому что эта дама была дочерью Константина Мономаха, византийского императора. Родился Владимир в 1053 году. Прозвище Мономаху наследовал от своих именитых византийских предков. Переводится оно как «зединоборец». Детство князя прошло в городке Переяслав. Это небольшое пограничное селение в Древней Руси, стоявшее на пути диких степняков. Переяслав, надо сказать, это был третий по значению центр Руси. Но надо сказать, что в историографии существует такое понятие, как «русская земля» в узком смысле и «русская земля» в широком смысле. Русская земля возникла здесь, на юге, на Днепре, состояла из трех городов. Сначала она состояла из внешней и внутренней. Сначала она состояла из одного города, из Киева, о чем свидетельствует Константин Багра-Народный в своем труде об управлении империей. Затем возникают Чернигов и Переяслав. Он был выдвинут в степь. И Переяславская земля принимала на себя первые удары половцев. В 13 лет по приказу отца, великого князя Киевского Всеволода, Владимир едет в Ростов. И уже в этом раннем возрасте он начинает свою карьеру государственника. Однако это был период междоусобиц, раздиравших землю на куски. Свидетелем таких расприй становится и молодой Владимир Мономах. За княжескими разногласиями из далекой степи наблюдали половцы. Они искали повод ворваться на благодатные славянские земли, говорят историки. Этот дикий народ пришел на Русь из Прииртышья и Восточного Казахстана, через Поволжье. А сели степняки на берегах Среднего и Южного Донца. Первое широкомасштабное вторжение половцев на Русь произошло в 1068 году. Битва закончилась поражением русичей. Время жизни и правления Владимира Мономаха, оно совпало с радикальными изменениями на той территории, которая называлась Степью. В то время там происходило изменение кочевых орд. Я вам сказал, что печенеги были оттеснены. На их место пришли торки, на которые какое-то время. А потом надвигались кочевья к рубежам древнерусского государства Половцев или Кипчаков. В 1090 году умирает великий киевский князь Всеволод. Киевский престол возглавил двоюродный брат Святополк. Однако новый правитель оказался жестоким, без ума и твердости, пишет летописец. Назначенные им чиновники, тиуны, без зазрения совести брали взятки. Столица древнерусского государства погрязла в коррупции и нищете. Политической и экономической нестабильностью на Руси в очередной раз воспользовались половцы. Среди них ходили легенды о несметных богатствах, накопленных киевлянами. И они пошли войной на Киев. В битве под селом Триполье великий киевский князь Святополк потерпел поражение. Это были завоевательные походы разрушителей, которые грабили создателей. И каждый там был в определенной доле, так же, как и руководитель этого похода, так и рядовой воин. И это была серьезная угроза. Она могла закончиться захватом и разорением, ну, во всяком случае, большей части древнерусского государства. Так что половцы, это была серьезнейшая угроза. Кипчатское вот это постоянное нашествие. И Владимиру Мономаху нужно сказать, что он в борьбе с ними, он независимость древнерусского государства отстоял. Владимир Мономах предложил Святополку объединить усилия всех князей во имя спасения Руси от половецкой угрозы. Организацией съезда занялся сам Мономах. Собрались славные мужи в 1097 году в городе Любич. Они собирались и обсуждали что? Вопросы войны и мира. Вот вопросы, значит, правильного, честного, по возможности, распределения княжеских властей, княжеских владений. Обороны Руси от половцев, организации походов на них. И вот, кстати, как я уже говорил, Владимир и уславился вот этими победоносными походами. Их было 4, может быть, даже больше. Полки у дельных князей воссоединились силой Владимира. Мономах двинул войско на юг, в самый очаг кочевников. Победа была ошеломляющей. Несколько десятков ханов разгромлены, тысячи половецких воинов убиты. Русь получила передышку от набегов диких орд, а Владимир Мономах – к славу народного героя. Эльдиписис нам говорит, что когда отбили пленных у половцев, описывает их страдания. Я из того города, я из той веси, какие они замученные, ободранные. Но благодаря силе ангел, который привел нам эти полки, мы освобождены. В 1113 году умирает киевский князь Святополк. В столице разгорается бунт. Доведенная до отчаяния чернь грабила и жгла лавки ростовщиков и зажиточных киевлян. Восстание было стихийным, нельзя было сказать, что оно подготовлено, хотя о том, что князь Болин было известно, и, естественно, ждали момента его кончины. Во главе восстания затем становятся новые тысячи. То есть мы тут имеем довольно интересную картину самоорганизации городского населения Киева 11-го века. Знатные киевляне несколько раз посылали делегацию в Переяслав, где в это время правил Владимир Мономах. Они во что бы то ни было пытались уговорить его возглавить древнерусское государство. Иначе восстание в столице могло разрастись до невиданных масштабов. И одна из причин восстания, поводом которого стала смерть ненавистного князя, это произвол кредиторов ростовщиков. Очень высокие проценты, которые взимались с должников, вплоть до случаев продажи должников в гадство за невыплату кредита. С другой стороны, это произвол княжеской администрации, отсутствие справедливого суда и злоупотребление на местах. Именно с усовершенствования законодательной базы начал свое правление в Киеве Владимир Мономах. Он дополнил русскую правду Ярослава Мудрого более прогрессивным на то время так называемым уставом. Можно сказать, что в Киеве уже тогда произошел своеобразный майдан, закончившийся тем, что был разгромлен двор наместника и представителя Киеве великого князя. Святополка из Оскала Яна Вышатича, а также дворы Сотских, то есть тех, кто управлял сотнями в городе Киеве. Фактически была ликвидирована княжеская администрация. Одновременно произошли разгромы также еврейского квартала в Киеве и по свидетельству митрополита киевского были попытки разгромить, а также монастыри. Новшества в уставе Владимира Мономаха оказались достаточно эффективными. Средневековое общество, развязавшее практически гражданскую войну в древнерусском государстве, поверило слову нового авторитетного князя. По большому счету, вот этот его устав, он гарантировал пресечение самых таких кричущих злоупотреблений, ну и амнистию, хотя это было не прописано специально, тем, кто принимал участие в этом массовом таком всплеске народного недовольства, которое под собой имело все основания. Историки проводят параллель между уставом Владимира Мономаха и английской хартией вольностей 1100 года. Этим документом британский монарх пытался обезопасить себя от недовольства народа авторитарным правлением. Недовольное население вынудило короля Генриха I принять законодательный акт, своеобразную конституцию, которая распределяла обязанности и права королевской власти. Скажем, основным лейтмотивом этого документа было то, что король в ряде случаев должен действовать согласно письменным законам, а не своим волевым решением и своему настроению. То же самое, тем же самым заканчивается и Киевское восстание 1113 года. Появляется знаменитый устав Владимира Мономаха, который впоследствии входит в русский судебник, как его предназначить, русскую правду. Однако русская правда – это не столько судебник в современном понимании этого слова, сколько протоконституция. Связи Древней Руси с духовным центром православия в Византии продолжали укрепляться. Воины русичи помогли императору Алексею I Комнину отстоять страну от вторжения нормандских рыцарей, турок и печенегов. Это обстоятельство позволило Владимиру Мономаху развить династические связи. Он выдал свою дочь Марию за византийского царевича Леона. По легенде, в знак уважения византийский император Константин отправил в Киев дары высшей государственной власти, среди которых был и венец с его головы – так называемая «шапка Мономаха». По другой версии, свой головной убор византийский император вручил князю Владимиру после одного из успешных походов русичи на Византию в знак примирения. «Шапка» и «Мономаха» много столетий венчали на престол российских самодержцев. Династическую легенду они и в Москве придумали где-то в 15 веке. Таким образом, Московия связала себя с историей Византийской империи, называя себя наследницей Второго Рима. В частности, с этим связана и версия, которая почему-то считается общепринятой, а в действительности является стереотипом. Она связана с воцарением другого, московского, боже, русского князя, Ивана IV, известного в истории как Грозный. Вот именно в его окружении находился в то время новгородский архиепископ Макарий, который у степенной книги разработал, мы бы так сказали, новый родовод московских князей. И здесь был использован именно Владимир Мономах, как пример из прошлого. Суть сводилась к тому, что якобы московские князья получили право своего правления от римских императоров. Однако современные украинские историки считают более правдоподобной другую версию происхождения шапки Мономаха. Эта шапка, доказанная специальными исследованиями, была изготовлена в Москве и была подарена хану Узбеку, по-моему. Потом ее выписали под эту шапку другой паспорт и переписали ее на Мономаха. Она хранится в Москве в вооруженной палате, и, собственно говоря, это призывают даже современные московские историки. На склоне лет Владимир Мономах взялся за перо и создал знаменитое поучение. Сейчас это уникальный памятник древнерусской литературы. «Сотвори добро, найди мир и отгони зло, и живи во веки веков». Наказывает своим потомкам выдающийся политик, дипломат и миротворец. После его воцарения, вернее, занятия им Киевского престола, он старался своим детям, своим союзникам раздать те уделы, которые бы сплачивали древнерусское государство под его скипетром, были его союзниками. И таким образом, по существу, он своими действиями продолжил существование единого древнерусского государства. Владимир Мономах вошел в историю не только как великий князь-реформатор, но и как личность, сделавшая Киевскую Русь независимым и процветающим европейским государством. Редактор субтитров А.Семкин